На Дальнем Востоке России проведено масштабное исследование по учету аморских тигров Логотип На Дальнем Востоке России проведено масштабное исследование по учету аморских тигров Япония Хитоки Накагава РИА Новости В начале этого года на Дальнем Востоке России впервые за последние 10 лет было проведено крупномасштабное исследование по учету аморских тигров Одно время существовала опасность полного исчезновения вида по причине неконтролируемой охоты. Тем не менее, из по счету следов и другой информации был сделан вывод о том, что наметилась тенденция к увеличению популяции тигров. При этом до сих пор существует браконьерство и незаконная вырубка леса. Экономический кризис также бросает тень на будущее морских тигров. 15 тысяч километров на автомобиле и лыжах, до места мы добирались 3 часа на машине из Владивостока. Температура воздуха была около 5 градусов Цельсия. Когда мы ехали на Большом внедорожнике сквозь туман по горной дороге, координатор программы Амурского филиала WWF России 52-летний Павел Фоменко неожиданно остановил автомобиль и вышел. Это следы тигра. Он указал пальцем на заснеженный холм, где виднелись следы, похожие на кошачьи. Следы Амурского тигра. Накануне утром шел снег, поэтому, скорее всего, тигр прошел после этого. Фоменко измерил длину рулеткой 9 сантиметров. Длина лап взрослых самцов больше 10 сантиметров, поэтому, по всей видимости, это была самка. Он с радостью сказал о том, что обнаружил еще одного тигра. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в период с конца января по февраль провело исследование по учету амурских тигров. В нем приняли участие WWF Иран, а также около 2000 охотников и сотрудников природоохранных служб. Люди передвигались на автомобилях, пешком, на лыжах и на снегоходах. Исследования проводились в Хабаровском и Приморском крае. Всего было пройдено около 15 тысяч километров. Предыдущие масштабные исследования проводились в 1996 и 2005 году. Это стало третьим. Обычное исследование проводят зимой, поскольку следы видны на снегу. Мы видели следы различных животных, оленей, кабанов, лис. Поскольку температура низкая, легко собирать пробы для исследования ДНК. По мере продвижения дорога становилась все круче, на машине дальше ехать было невозможно. Когда мы вышли из машины, неподалеку раздастся крик вороны. Фоменко сказал, что тигры могут есть, поэтому приближаться опасно. Он предупредил нас, чтобы мы не отходили от него. Обычно во время исследования оружие не используется. Для отпугивания тигров есть только факел. Мы пробирались вверх по снегу толщиной 40 сантиметров. В этот момент Фоменко прошептал, неделю назад здесь было очень неопасно. Когда мы осмотрелись, то увидели на снегу следы тигров. По словам экспертов, здесь прошла семья тигров с двумя детенышами. Редко можно увидеть так много следов. Фоменко с удовлетворением сказал, что здесь хорошие условия, поскольку много травоядных животных, которыми питаются тигры. Браконьерство и незаконная вырубка леса. По информации WWF Россия – это первая страна, которая стала на государственном уровне охранять тигров. В веке количество переселенцев на Дальний Восток увеличилось. Тигров убивали, поскольку опасались, что они представляют угрозу для людей. Кроме того, их ловили с целью добычи шкур или материалов для лекарственных препаратов. Тем не менее, популяция восстанавливается благодаря борьбе с браконьерством и незаконной торговлей. Елена Салманова из Министерства природных ресурсов и экологии считает, что большую роль сыграли природоохранные районы. Особенно жесткие правила в заповедниках, на территорию которых можно заходить только с целью исследований, и заказниках, куда заходить можно, но нельзя охотиться и собирать растения. В России 102 заповедника и 70 заказников. Поскольку тигры находятся на самом верху экосистемы, важно охранять лес и увеличивать количество травоядных животных, которыми питаются тигры. Президент Путин также озабочен этим вопросом. В мае прошлого года он посетил Дальний Восток, где выпустил на свободу трех тигров, которые выросли в питомнике. Вместе с тем Евгений Чубасов из WWF указывает на то, что незаконная вырубка лесов продолжает оставаться большой проблемой. Япония также имеет к этому отношение. Например, ежегодная вырубка дубов в два раза превышает разрешенное количество. По поддельным документам они отправляются в Китай, а затем продаются в Японию уже в виде мебели. Есть опасность, что под влиянием экономического кризиса незаконная вырубка увеличится. Необходимо, чтобы страны-импортеры также осуществляли контроль. Амурский тигр в основном обитает на территории от южной части Амура до северо-восточной части Китая. Длина взрослого самца составляет около трех метров. Внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов. В первой половине века популяция насчитывала около тысячи тигров, однако в сороковых годах 20-го столетия их численность упала до сорока. На 2005 год количество тигров составляло около 450. Некоторые полагают, что в этом году численность тигров составит 600 особей. Оригинал публикации. 2010. Опубликовано. 2 апреля 2015 года. 2.55.